Сейчас мы находимся у здания фельдшерского кушерского пункта, в котором был расположен раньше опорный пункт. Здесь сидел участковый и было более 20 дружинников. Сюда приходили люди, здесь они собирались, участники дружинники собирались каждую неделю и занимались именно функцией охраны правопорядка на территории села Покровского. Сейчас, к сожалению, это ушло в прошлое. Все знают величину села Покровского. А если к этому прибавить территорию Трифоново и район станции, то мы получим огромную площадь, которая обслуживает всего один участковый. Безусловно, это непросто – усмотреть за всем, что происходит на такой огромной территории. И тогда на помощь участковому приходят сами жители. В селе Покровском произошла кража четырёх люков общей стоимостью в 16 тысяч рублей. Но коренному жителю Александру Пономарёву небезразлична судьба своего села. Вместе со своим участковым Александром Швецовым он, как настоящий следователь, принялся за расследование. Мы по врачим следам стали искать, с чего начали. Мы сначала сняли все размеры следов. Сюда сняли длину саней, шею полозьев и движение в какую сторону. И вот с этого началось расследование. Люди нам известны, кто чем занимается. Первое, значит, люка увезена на лошади. У нас в микрорайоне всего две лошади. На которые могут возить, а на которые не могут возить. Вот на которые могут возить, вот поэтому следы и пошли. И по следу, и по допросу данной товарищи, на которых мы сразу располагали, один сознался, взял всё на себя. И все эти люка нашли в угороде. И в честь этого, для того, чтобы выразить свою благодарность и отметить Александра Пономарёва за его столь активную жизненную позицию, в село Покровское приехал начальником ВД России по Артёмовскому городскому округу Рашид Азидинов. Раньше были дружины определенные из активных людей. Ну, где-то казаки, движения которых сейчас возрождаются. Где-то, значит, просто активные граждане, которые, значит, на своей территории обеспечивали своими силами какой-то порядок. Один участковый на такое длинное село, плюс Трифоново и так далее, он же не сможет физически, он может собрать материал, провести какую-то профилактическую работу, да, ну и по конкретным преступлениям организовать работу. Ну, а гражданам большое, огромное спасибо. Поэтому, Александр Ильич, вы, наверное, в курсе, да, за что мы хотим вас поощрить? Да, сказали. Да, да. Вот. Поэтому разрешите вас поблагодарить, во-первых, от меня лично и от лица всего личного состава Артёмовского отдела Министерства внутренних дел России за активную помощь в раскритии конкретного преступления. Мы всячески будем поощрять таких граждан, будем о них писать. И такой положительный опыт нам хотелось бы, чтобы он у нас на территории имел продолжение. А вы у нас пионер и застрельщик. Большое вам спасибо. Самое главное вам здоровья, оставаться таким же неравнодушным к чужому горе и беде, ну и на своей земле творить добро. Да, все же есть так. Пожалуйста. Мы в силу своих возможностей и небольших скромный вам подарок. Большое-большое спасибо. Ну, всего доброго.